Здравствуйте! И снова я, Алексей Никишин, работаю вашим версификатором. И у меня, как обычно, для вас три новости. Первая из них – экологическая. В Омске снова выпал химический снег. Только не белый, как летом, а темно-серый. Роспотребнадзор поначалу заподозрил в выбросах два предприятия – Омстехуглерод и пятую ТЭЦ. Правда, потом в компании ТГК-11, в которой пятая ТЭЦ принадлежит, сообщили, что из числа подозреваемых ТЭЦ исключили. И теперь интересно, как поведет себя оставшийся подозреваемый – Техуглерод. Потому что, как показывает опыт, он может либо признать себя виновным, либо свою вину отрицать. Вот, например, нефтезавод, который в этом году уже дважды обвиняли в выпадении странного белого порошка, один раз признался, а второй раз нет. Хотя штраф в итоге и заплатил. За развитием событий с новым выпадением химии на головы горожан мы, конечно, будем следить. Пока же по этому поводу у меня есть ровно два предложения. Может быть, предприятиям стоит тратить чуть меньше времени на оправдание и чуть больше на обеспечение экологической безопасности? А Роспотребнадзору выпустит для мячей какую-нибудь памятку, инструкцию, где было бы написано, кто у нас и что выбрасывает в окружающую среду, чем нам это грозит в каждом конкретном случае, а главное – куда нам после всего этого бежать? Вторая новость сегодня почти шпионская. Бывший начальник службы экономической безопасности ЭТБанка добивается возбуждения в отношении своего бывшего работодателя уголовного дела по факту незаконной слежки за персоналом и даже клиентами этой кредитной организации. Бывший безопасник утверждает, что в ЭТБанке ведется не просто видеонаблюдение в цели безопасности, а прямо-таки тотальный контроль вплоть до прослушивания телефонов и скрытой съемки там, где персонал, в том числе и дамы, переодеваются. Теперь ЭТБанк по этому поводу будут проверять. Но самое интересное даже не то, что эта проверка покажет. Дело в том, что добивался проверки банка, взбунтовавшийся начальник службы безопасности, больше года, а сотрудники Следственного комитета всячески игнорировали его обращения, пока суд не признал их действие, а вернее бездействие, незаконным. Чем именно можно объяснить такую снисходительность следователей к достаточно известному Омскому банку, однозначно пока не скажем. Предположим, что правоохранители очень привыкли к конспирации и современным методам сыска и просто не увидели ничего дурного в использовании их коммерческой структурой. И наконец третья новость. Тоже вполне себе детективная. Омские активисты молодой гвардии провели рейды по торговым точкам города, в ходе которых они выясняли, в каких магазинах и павильонах несовершеннолетним продают алкоголь. Цель, конечно, благая, и продавать несовершеннолетним алкоголь, само собой, нельзя. Но только методы молодогвардейцы использовали при этом сомнительные. Их агенты под видом несовершеннолетних сами пытались приобрести спиртное. И если это удавалось, тут же появлялась полиция, составлялся протокол, а неблагонадежную торговую точку активисты молодой гвардии помечали стикером. Еще раз повторюсь, продавать алкоголь несовершеннолетним это очень-очень плохо. Но зачем самим-то провоцировать на это продавцов? Других методов нету. Представьте, например, что вымогает у вас взятку какой-нибудь чиновник. Вымогает долго и упорно. А когда вы все-таки приносите заветный конверт, он сам и тянет вас в кутузку. Опять же, в работе полиции такие методы может быть и оправданы. Спор Жеглова и Шарапова про кошелек в кармане кирпича все еще помнят. Но молодогвардейцы-то тут при чем? И может быть, если хочется поиграть в засланных агентов, то лучше поменять название? А то очень странно, когда активисты организации, которая называется «Молодая гвардия», ведут себя как мальчиши-плохиши. Выводы делайте сами. Хорошего вам отдыха. В понедельник встречайте Сергея Прудникова и его подборку новостей, которые для вас у нас точно будут.